Ангелина Василенко и Екатерина Ивановна Здравствуйте! Ну, первый логичный вопрос, а что вообще такое Таврида? Таврида – это арт-кластер, объединяющий между собой творческих людей, которые у меня все равно на творчество. Арт-кластер проходит в Крыму. Да, это на самом деле такой союз нескольких больших проектов. Это образовательные заезды, которые проходят в основном в летний теплый период. Это круглогодичная академия «Меганом», которая находится там же в бухте Капсель в Крыму. И это фестиваль. Фестиваль, конечно же, да. И это еще большая сеть по всей стране. Арт-резиденции, они есть практически в каждом регионе уже. Акселератор творческих инициатив, где можно создать свои проекты под надзором наставников и в дальнейшем их защитить, получить на них грант. Журнал, соцсети и вообще очень много всего для творческих людей. То есть Таврид – это такой многофункциональный проект, который объединяет вообще миллион всего. И здесь самое главное – каждый человек найдет свою веточку под свою деятельность. Вот эта вот творческая солянка, грубо говоря, она подходит для молодежи или, может быть, поколение постарше тоже может? Вот здесь очень интересный момент, что под образовательность заезда и фестиваль действует система от 18 до 35 лет. Но в Академию «Меганом» может приезжать вообще, даже если тебе 90 лет, и ты занимаешься творчеством, для тебя тоже дорога открыта. То есть Таврида сейчас немножко подразделяется, есть Академия, есть образовательные заезды, плюс фестивали. Что еще говорила Катя? Образовательные заезды, как правило, длятся неделю. И в чем суть? Вы приезжаете, и на образовательный заезд приезжает эксперт в той области, в которой вы подаетесь. И за эту неделю вам проводят мастер-классы, с вами делают продукты. То есть за неделю выходит такой образовательный интенсив, где за максимум времени вы получаете большой объем знаний. А вот вообще по каким направлениям работает образовательный, как не кластер, заезд? То есть сколько их вообще есть-то? Вообще образовательных заездов, сейчас открыта регистрация на 4 образовательных заезда. На первый регистрация заканчивается уже 6 мая. Этот заезд для театралов в основном, и будет он проходить в Москве на ВДНХ. Это вот первый раз такое, в качестве исключения, пока работает выставка «Форум Россия». Следующие заезды, как всегда, будут проходить в Крыму, в бухте Капсель под Судаком. И образовательные заезды действительно, на самом деле, достаточно разной направленности. То есть и от театралов до людей, которые занимаются и увлекаются наукой. На сайте Тавриды можно найти подробное описание каждого заезда, для кого каждый заезд. И я уверена, что абсолютно действительно каждый сможет подобрать для себя нужный ему заезд. То есть есть базовые направления, как вокальные и танцевальные. Это самый распространенный. Но интересный факт, что Таврида каждый год старается добавлять новые направления. Например, в прошлом году, точнее в мой год, был заезд, посвященный иконописцам. То есть это люди, которые расписывают иконы. И у нас было в связке «Я была как чтец». Были ребята-иконописцы, были народные вокал, народные танцы. А в прошлом году также, по-моему, был заезд, связанный с подводными арт-объектами. Также я помню, были ребята, которые конструировали кроссовки. То есть сейчас Таврида расширяет понятие творчества. То есть это не только люди, которые занимаются вокалом, поют. Потому что при слове творчества у всех первая ассоциация приходит, что ты поешь и танцуешь. А они расширяют и также добавляют и проектную деятельность. Сейчас также входят в образовательные заезды и медиасферы. То есть если ты работаешь журналистом или ты являешься руководителем СМИ в университете, то есть в университете ты также можешь подать заявку, то есть расширяется. Второй заезд, который будет проходить уже в Крыму, будет посвящен пиар-компании, где соберутся и маркетологи, и рекламщики, и пиарщики, и продюсеры. Да, и, кстати, они соберутся вместе с учеными молодыми. Что тоже интересно, потому что один заезд образовательный может включать в себя несколько арт-школ. И они могут быть абсолютно из разных сфер. И за счет вот этой многопрофильности создаются уникальные действительно продукты, и ребята из разных сфер могут вместе познакомиться и создать что-то действительно уникальное. Да, то есть вот особенность в том, что соединяя разные направления, но одной направленности все-таки, происходит коллаборация. То есть очень многие ребята на образовательном заезде не просто приехали, обучились и уехали, а именно приехали, обучились, получили новые знания, познакомились, и на этом же образовательном заезде сделали свой продукт. Продукт. Что под этим подразумевается вообще? Ну, например, в качестве продукта может быть какой-нибудь готовый спектакль. Например, так в 2022 году ребята на заезде, куда приезжали театралы, музыканты, создали вместе мюзикл, поставили его буквально там за три ночи, и в конце заезда показали его. В прошлом году, когда приезжали ребята-музыканты, они собрали большой оркестр абсолютно различных музыкальных инструментов и показали, и выступили в Академии Меганом. То есть продукт соответствует выбранной направленности. Если ты приезжаешь как музыкант, соответственно, по итогу образовательного заезда ты, скорее всего, пишешь треки, либо исполняешь уже готовые треки. Если ты, допустим, едешь как дизайнер, то за время образовательного заезда ты создаешь коллекцию, потом в дальнейшем презентуешь. Если ты чтец, либо писатель, то ты за время образовательного заезда пишешь, создаешь сказки, например, как это было в мой год, и потом их также презентуешь. И, как правило, в конце это все завершается таким большим номером, где собираются вот как раз-таки все вот эти мини-мини продукты. Получается большой продукт. А вот грантовая поддержка. Я слышал, что вроде как у Таврида она имеется. То есть, условно, если проект понравится судьям, то что дальше делать? Это вопрос ко мне, потому что в 22-м году я как раз-таки выиграла на фестивале свой грант. Выиграла и поехала реализовывать сюда, в Алтайский край. Ну и как получилось с грантом? То есть не возникло ли каких-то проблем? Здесь стоит отметить, что грант я свой выиграла со второго раза. То есть так получилось. Кстати, на Тавриду можно попасть два раза. Первый раз это образовательный заезд, а можно попасть на фестиваль. Два раза за год. Два раза за год. А не в принципе два раза. Да, два раза за год. То есть два раза на образовательный заезд съездить нельзя. Все-таки ты здесь расставляешь приоритеты. Если ты умеешь миллион всего, нужно выбирать, что тебе поближе и где у тебя конкурентная способность будет повыше. Я приехала первый раз на образовательный заезд. Был 22-й год. Презентовала, не получилось. И тогда я презентовала проект узкой направленности. Это была школа по созданию звукооператорства. Второй раз, буквально через месяц, когда я приехала на фестиваль, я доработала проект, презентовала его в исправленном уже виде. Точнее, я свой проект просто расширила. И он звучит так. Центр поддержки молодежных мероприятий Атлант. Презентовала. Как обычно, защита проходит. Ты презентуешь свой проект, что ты будешь делать за три минуты. Тебе задают вопросы по твоей карточке проекта. Почему здесь именно такая сумма, какой социальный эффект и так далее. Потом ты ждешь результатов. И, как правило, результаты на Тавриде уже известны на Тавриде. Буквально день дается, чтобы принять решение. Ты подписываешь далее бумаги на сайте. И все. И привет, реализация грантов в твоем Алтайском крае. Но при этом Таврида всегда с тобой на связи. То есть нет такого, что ты приехал, и ты не знаешь, как заняться. То есть ты выигрываешь грант. С тобой проводят беседы со всеми грантополучателями, где четко рассказывают, какие дедлайны, какие ошибки не нужно допускать. Ваши шаги первое, второе, третье. На протяжении всей реализации есть точные контакты, по которым ты можешь обратиться. С тобой всегда на связи. Образовательная вся эта вещь, она вообще происходит в каких числах? С июня по осень, но при этом в середине лета будет проходить фестиваль. И фестиваль будет идти три дня, и во время фестиваля никаких образовательных заездов не будет. То есть это прям как отдельный такой кусочек в пазле. Фестиваль, он что может дать? Это три полноценных дня, на протяжении которых круглыми сутками что-то происходит. То есть это могут быть и лекции, образовательные форматы, творческие, креативные, развлекательные концерты, спектакли, действительно очень много всего. Туда приезжают... Артисты в том числе. Да, приезжают артисты, приезжают политические деятели, актеры, очень многие известные люди. Мы так много говорим о том, как это круто, этот арт-кластер. А как попасть на образовательный заезд, ну и на фестиваль? Может быть, что-то для этого нужно особенное? На самом деле все довольно просто. Вам нужно зайти на сайт Авриды, выбрать понравившийся образовательный заезд, там подать свое портфолио, потому что без него никуда. Именно по нему оценивают вашу компетентность и конкурентную способность, а также подкрепить это видео-визиткой. Здесь нужно понимать, что в каждом блоке предоставление портфолио, оно разное. То есть если человек подает на звукорежиссуру, от него могут попросить, допустим, портфолио связанное, предоставьте свои треки, аранжировки. Если ты подаешь как чтец, соответственно, там другая направленность. А также в портфолио. Я знаю, что у дизайнеров за какой-то промежуток времени ты должен создать, по-моему, коллекцию с нуля, либо дизайн с нуля. Это может быть просто творческое задание, а может быть портфолио. Это зависит от заезда. И ждешь результатов. Главное подать в срок и не дотягивать до последнего момента, чтобы не случилось никаких технических сбоев и не упустить свою возможность. Главное быть собой и показать свою заинтересованность, потому что видеовизитки, портфолио отсматривают обычные люди, которые заинтересованы в тебе. И чем больше твоя заинтересованность, тем логичнее у представителей будет больше шанса тебя взять. И последний вопрос. А вообще часто, скажем так, молодежь из Алтайского края попадает на Тавриду? Не обязательно даже на фестиваль, в образовательной треке. Ну, говоря таким немного бюрократическим языком, у каждого региона есть квоты на то количество людей, которые должны обязательно с региона поехать туда. И, насколько я знаю, у нас эта квота пополняется. И в среднем это где-то 3-5 человек с региона, в зависимости, опять же, от заезда, от его популярности. На фестивале это может быть немного больше. На фестиваль обычно отправляется целая делегация. Это где-то чуть больше 10 человек. А вот, кстати, то есть участие вообще бесплатное, правильно? Конечно, да, бесплатное. Да, участие бесплатное. Проживание. Да, питание. Да. Отлично. Ну, что ж, это было интересно, потому что даже я заинтересовался Тавридой. Может быть, если успею, даже рассмотрю. Успеваешь. До 12 мая регистрация как раз на заезд для медийщиков, и журналистов, и SMM-менеджеров, поэтому... Вот что. Да. И, кстати, нам можно написать с Ангелиной в личные сообщения ВКонтакте, чтобы получить от нас уникальный промо-код, который при успешном прохождении на заезд даст вам дополнительные возможности. То есть такая небольшая плюшка, которую мы еще сами сейчас не знаем, что это, но это что-то очень приятное точно и полезное для проживания на площадке. То есть помимо основного мурча, который вам будет предоставляться, будет такая пасхалка дополнительная, как человек, который пришел от амбассадора. Который вам посоветовал Тавриду. Да, поэтому вы можете смело нам писать и задавать любые вопросы по Тавриде. Мы с радостью нас ответим. Мы ответим на все, что можно и все, что нельзя. Ну, я надеюсь, зрители посмотрят, найдут в социальных сетях, вам напишут и все-таки получат свои промо-коды. Ну, а я напомню, сегодня мы разговаривали об арт-кластере Таврида с двумя его амбассадорами в Алтайском крае. Ангелиной Василенко и Екатериной Ивановой. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...